сегодня у нас с вами очередной урок одиннадцатый в котором мы возьмем с вами следующую букву и с вами опять я умалик вот я надеюсь предыдущие буквы вы все выучили и читали прописывали и уже знаете как они пишутся как выглядит и произносится следующий у нас буква это буква лям буква лям как мы видим такая похожа на крючок такой до буквы лям очень важно что когда мы в позиции одиночной она как бы если это будет строчка да она немного опускается но во всех остальных или когда в позиции окончаниями прям в конце словом она может опускаться когда же она в середине она всегда будет на строчке или начале или в середине как она пишется пишется как прямая линия начале которая на строчке да то есть вот сразу здесь у нас строчка строчку то есть у нас лям пишется таким образом она соединяется да то есть иногда путает ее с алиф алиф не соединяется с последующей лям получается соединяется на поэтому если видите что соединяется значит и нам в середине у нас может быть соединительная линия если предыдущие с не хочешь соединяется да и опять на строчку мы ее пускай ну в конце или вот как здесь отдельно или если соединительная линия так соединяется да она такая из высоких букв то есть она высокая мы видим ее написание согласовками это будет для ли илю обратите внимание что лям в арабском языке мягкая единственное что порой она встречается твердо если мы говорим про куран то это встречается в слове аллах в определенных ситуациях или аллахума в остальных других случаях она у нас всегда мягко потому не следует читать там но в каком-то другом слове кого-то также внимательно когда мы читаем ее суконом не нужно ее резко отрывать не как в первом примере али не надо али говорить так потому что это будет ошибка и это очень частая вот тут ошибка у начинающих сразу достерегаю вас чтобы вы эти ошибки изначально не имели а правильно научились то есть аль баль лям люм лен киль назаля обратите внимание не говорим назало назаля лязима это вот ошибка аль зима от мали нам возьмем также еще и другие примеры иншалла окей лет окей на околи до околите околиту околиту смотрите еще раз 0 мим вот из этих букв которые не читаются резко да то есть не плавно и такой среди среднее звучание не очень долго моего не тянем и не сокращаем околиту да и последняя строчка боль боль юля млим т.н. зале зале это зале зале ну-то зале зале эти все примеры читаете прописывайте повторяете много раз и иншалла учитесь правильно произносить эту букву и встретимся с вами на следующем уроке ассаляму алейкум варахматуллахи ой варакет